Газификация, жилье, автодром, спорткомплекс в Кунгее. На 22-й сессии каргандинского городского Маслехата прошло голосование за уточнение бюджета на 2024-2026 годы. Вносимые изменения ранее прошли обсуждения на веб-портале, заседании Акимата, общественном совете и на заседании постоянной комиссии Маслехата. На какие цели еще собираются направить средства в сюжете Ирины Вобещевич. Основными источниками уточнения бюджета на предстоящие годы послужило принятие трансфертов из вышестоящих бюджетов, то есть увеличение плановых показателей доходной части и распределения свободного остатка. Общий объем трансфертов составит 41,6 миллиарда тенге. Доходная часть бюджета при этом увеличится на 4,4 миллиарда тенге. Предлагается изменение трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджета в сторону увеличения в целом на 13,6 миллиардов тенге. То есть 2,5 миллиарда тенге на субсидирование, 5,1 миллиарда тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда, 6 миллиардов тенге на строительство газораспределительных сетей. По инициативе депутатов городского Маслехата при поддержке депутатов Мажелиса, областного Маслехата и Акимата области получены трансферты на 6 миллиардов тенге. Средства позволят с ускорением решить вопросы газификации частей областного центра. Вопрос о газификации поднимается нашими избирателями на регулярной основе. Депутатами городского Маслехата в течение ряда лет поднимается вопрос о необходимости решения вопроса об обеспечении жильем льготных категорий граждан. В настоящее время в списке нуждающих порядка 18 тысяч человек. Трансферты в более 5 миллиардов тенге пойдут на приобретение коммунального жилья для льготных категорий граждан. Также по предложению депутатов городского Маслехата деньги пойдут на строительство автодрома, специализированного автоцентра обслуживания населения, что послужит сокращением кадрового дефицита водителей автобусов. Помимо этого собираются на дополнительные средства разработать проектно-сметную документацию на строительство спортивного комплекса в Кунгее, о котором так давно просят жители. Деньги распределят и на социальные программы. В том числе на услуги инво-такси, оказание единовременной социальной помощи, а также на приобретение гражданами льготных категорий твердого топлива предусматриваются денежные средства на реализацию программ водоснабжения, водоотведения, обеспечения санитарии, благоустройство и озеленение города, ремонт дорог, обустройство остановочных павильонов. Уточнение было принято. По мнению депутата Вейбита Жумабекова, предусмотренное распределение средств поможет целому ряду граждан решить вопросы и в целом преобразит город. У нас вопрос стоит по газификации, вопрос вот этих жилья, которые там где-то необходимы еще дополнительные финансирования, вопрос ремонта дорог на сегодняшний день, которые гости строить, которые мы должны на сегодняшний день закрыть полностью. И, конечно, это вопрос ремонта дворовых территорий. Ирина Вобещевич, Зухарная, Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.